Немало российских семей живёт в населённых пунктах, к которым уже подведены газовые сети. Но их дома доступа к газу до сих пор по непонятным для людей причинам не имеют. Вроде вот она труба, а газа в домохозяйстве нет. Эту проблему обозначил президент в своём послании Федеральному собранию в апреле этого года. Но несмотря на высокое внимание со стороны властей к газификации жилых домов, в Сарове жители нередко сталкиваются со сложностями при подключении к газовым сетям Саровской газоснабжающей организации. Одним из таких участков в вопросе газификации стала малоэтажная застройка в Поймере Кесатис. В 2020 году сданы в эксплуатацию 66 таунхаусов, в котором за счёт застройщика были подведены все коммуникации, в том числе и газ. Саровская газовая компания построила сети высокого давления. Сети низкого давления – подрядная организация, имеющая все соответствующие разрешения. Тем не менее, Саровская газовая компания отказывается пускать газ, предъявляя завышенные требования к документации на сети. Саровская газовая компания, помимо того, что нарушила срок осмотрения документов, предъявляла необосновные требования по представлению дополнительных документов в составе исполнительной документации и являла замечание к составу исполнительной документации, хотя не обладает полномочиями по проверке. То есть это же функция надзорного органа, которым не является Саровская газовая компания. Пожалуй, застройщика Управления антимонопольной службы оштрафовала Саровскую газовую за нарушение законодательства на 100 тысяч рублей. Газоснабжающая организация всячески затягивает сроки и пытается оспорить решение ФАС в суде. Это не первый случай таких споров. Ранее Саровская газовая компания также была оштрафована ФАС по жалобе одного из собственников здания на улице Куйбышева. К сожалению, из-за монопольного положения газовой компании страдают и рядовые жители города. Заложниками ситуации стали обычные жители, которые ждут газа в своих домах. Мы будем следить за развитием событий.